Это не первый открытый урок, посвященный здоровому образу жизни. Волонтеры и сотрудники Центра дружественной молодежи ИСИДА проводят их во всех учебных заведениях нашего города. Правда, до сих пор особое внимание уделялось молодым людям от 18 до 25, выпуская из поля зрения детей 10-12 лет, говорит психолог Адина Платика. Мы провели этот классный час именно с этой категорией детей, потому что дети этого возраста более подвержены влиянию извне. И в этом возрасте у них чаще всего появляются вредные привычки. И для того, чтобы их огородить от этого, мы решили с ним провести этот классный час. О том, как нужно беречь здоровье, рассказывали ученикам 6 класса самый молодой волонтер Центра 11-летний Денис Платика и студентка 2-го курса Тараклийского государственного университета. В игровой форме дети отгадывали загадки, решали задачки и кроссворды о правильном питании, полезных продуктах и привычках. В таком возрасте дети уже не столь восприимчивы к словам родителей и старших друзей, считая Денис Платика. Поэтому лучше, если о здоровье подростки услышат от своего сверстника. Я ходил по школам и делал классные часы. Я раздавал листовки. И все это делалось только на благо людям. Я делал разные часы для того, чтобы люди не забывали, что нужно сохранять здоровье и то, что нужно чаще выходить на улицу и реже сидеть за компьютером. Веселая, непринужденная атмосфера и интересные задания. Шестиклассникам пришелся по душе открытый урок. Энергичные, озорные в этом возрасте, они хотят все попробовать и испытать. Часто забывая, что может принести вред организму, а что пользу. Этот урок был для меня полезен тем, что я узнал много нового о своем, как ухаживать за своим здоровьем, почаще выходить на свежий воздух, играть в спортивные игры, употреблять пищу здоровую. После этого урока я поняла, что надо больше бегать, гулять, правильно питаться, стараться есть побольше фруктов, не употреблять пищу из жирных продуктов, стараться больше дышать свежим воздухом, не проводить время больше за компьютером, больше заниматься своими делами, чтобы эти дела шли тебе в пользу здоровью. Всего в Центре дружественной молодежи ИСИДа работают 6 сотрудников и 25 волонтеров. Кроме открытых уроков в школах они проводят рекламные акции в общественных местах и раздают листовки, рассказывая и призывая жителей города и района беречь свое здоровье.